МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Самый северный и круглогодичный нефтяной терминал в мире посетил глава региона Александр Цибульский вместе с руководством компании «Лукойл». Поездка носила ознакомительный характер. Делегация осмотрела производственные объекты Варандейского терминала. Кроме того, в рамках визита на промысел губернатор Неницкого округа провел личный прием населения. Кадры, снятые с высоты 200 метров, впечатляют. Подумать только. Посреди арктических льдов Баренцева моря возвышается 50-метровая конструкция. Когда вертолет приземлился на платформу, делегация, осмотрев сооружение снаружи, отправляется внутрь. Для прибывших проводят обязательный инструктаж по технике безопасности. Требования и нормы, которые применяются к нашей платформе, аналогичны требованиям к морским судам. При передвижении по платформам просьба держаться за поручни, внимательно по трапам ходить. Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал появился в водах Баренцева моря в 2008-м. Он состоит из поворотного швартово-грузового устройства со стрелой и вертолетной площадкой, а также опорного основания. Как раз в нем расположены все технологические системы, а также жилой модуль на 12 человек. Есть спутниковый телевизор, есть интернет. Профсоюз нам помог наш. Ну что тут, в общем-то, для жизни все есть. Стационарный ледостойкий причал – одна из составных частей Варандейского терминала. Он предназначен для отгрузки черного золота на танкеры для последующего экспорта. Нефть сюда поступает с берегового резервуарного парка. Две нитки нефтепровода длиной 22,6 километра. Труба диаметром 820 миллиметров подходит с южной стороны платформы. И дальше по системе нефтеотгрузки смог попадает в шланг, который вы можете увидеть, и дальше на танк. Осмотрев отгрузочный причал, делегация держит путь на берег. В 22 километрах от платформы находится основная база Варандейского терминала. Это целый нефтяной городок. Здесь расположены технологический блок, резервуарный парк, коммерческий узел учета нефти, дизельная электростанция и химическая лаборатория. Проверяем товарную нефть на приеме и на отгрузке в соответствии с техническим условием на товарную нефть. Здесь топливо проверяем, при приеме на хранение и в процессе хранения, как количество, так и качество. Кроме этого, сточные воды, очищенные из сточной воды. Производственные показатели объекта весьма внушительные. Его проектная мощность – 12 миллионов тонн нефти в год. За время существования терминала, то есть с 2008 года, было отгружено 958 танкеров с черным золотом. Из них только 102 в прошлом году. Это тот проект, которым мы по праву можем гордиться и можем говорить гордиться, что он реализуется на территории Ненецкого автономного. У него есть серьезные, на мой взгляд, перспективы для увеличения перевалки нефти с точки зрения ее объемов. И для этого есть все технические возможности. Я думаю, что перевалка через него будет только нарастать. И, кстати говоря, с учетом той логистики, из которой выстраивается перевалка нефти, о чем мы сегодня поговорили с руководством компании «Лукойл», я думаю, что мы вполне можем предложить для них в дальнейшем использовать наш порт Индика, который будет строиться, в том числе для того, чтобы часть перевалки ввести из Мурманска к нашим берегам. Это хороший экономический проект, который может нам дать серьезную добавленную стоимость. Также в рамках рабочей поездки Александр Цибульский встретился с главой семейно-родовой общины, которая расположена в четырех километрах от промысла. Анастасия Засухина обратилась к губернатору с просьбой уделить внимание экологической обстановке в районе Варандея. Сразу после встречи глава региона обсудил этот вопрос с руководством компании и порекомендовал недропользователям взять данную проблему на контроль. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», Баренцево море, Ненецкий округ. Администрация Ненецкого округа утвердила вторые в 2019 году поправки в бюджет текущего года. Законопроект принят на очередном заседании администрации, внесено рассмотрение депутатов окружного законодательного собрания. Как отметила в своем докладе вице-губернатор Татьяна Лагвиненко, по линии строительного блока расходы в размере 228,5 миллионов рублей увеличены на строительство дороги до Усинска. 50 миллионов рублей на субвенции местным бюджетом на выкупы граждан аварийного жилья, порядка 10 миллионов рублей на снос ветхих домов, еще 6,6 миллионов рублей на содержание дорог. Образовательному ведомству средства увеличены на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, субсидии социально ориентированных НКО в сфере туризма, а также на госзадания учреждения. Отдельные изменения внесены по источникам финансирования дефицита окружного бюджета. В связи с принятием графика погашения выданных кредитов с СПК «Восход» увеличены источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2019 год в сумме 1,6 миллионов рублей. В 2019 году 27 жителей округа получили помощь на основании социального контракта на сумму более 2 миллионов рублей. Почти треть получателей государственной помощи, оленеводы округа, ведущие традиционный образ жизни. По ходатайству муниципальных образований кочевникам выделены финансовые средства на ремонт чумов. Внедрить практику заключения социальных контрактов во всех регионах страны в послание Федеральному собранию поручил президент страны Владимир Путин. А Кабинет у министров уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такой механизм поддержки граждан. У нас с 2017 года как раз реализуются формы социальной помощи и социальный контракт. Мы долго очень рассуждали с руководством региона, в каком виде должен быть социальный контракт, ведь потому что до этого существовала точечная мера поддержки 5000. Понятно, что это временная передышка для семей, и она не решает глобально того состояния, и как раз не выводит из той очень сложной жизненной ситуации семью, когда это 5000. Поэтому стали приниматься меры, именно те, которые позволили бы комплексность семью поддержать и вывести из сложной жизненной ситуации. Был принят размер до 100 тысяч. Денежные средства выделяются в том числе в целях дальнейшего трудоустройства безработных, например, для прохождения ими медосмотров перед трудоустройством, профессиональной подготовки и переподготовки для организации индивидуальной предпринимательской деятельности или начала ведения личного хозяйства. Получателями государственной и социальной помощи на основании социального контракта могут быть малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие граждане и иные категории жителей НАУ со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. На четвертый квартал 2018 года он установлен в размере 20 297 рублей. В 2018 году Нинецкий округ занял седьмое место в рейтинге регионов России по зарплатам в сфере образования. Об этом сообщает РИА Новости. Как следует из данных исследования, доля сотрудников образовательной сферы в НАУ с зарплатой выше 50 тысяч рублей составила более 36%. При этом около 5% работников образовательной сферы в округе получают зарплату ниже 15 тысяч рублей. От 21% окружных работников образования зарплату превышает среднюю по региону. В исследовании учитывались зарплаты работников всех видов образования дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других, а также всех форм собственности образовательных учреждений. В исследовании учитывались зарплаты как педагогов, так и других сотрудников образовательных учреждений. В перерасчетах учитывалась выплата подоходного налога. Оценка производилась на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года. Напомню, по информации Управления Росстата по Архангельской области и НАУ, в 2018 году среднемесячная начисленная заработная плата в регионе без вычета налогов и сборов составила почти 83 тысячи рублей. Лидером рейтинга регионов по зарплатам в сфере образования стала Москва. Более 27 миллионов рублей будет потрачено на приобретение путевок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Летом 2019 года власти Ненецкого округа планируют оздоровить на курортах 220 человек. Именно столько путевок закуплено для нуждающихся детей и семей региона. Речь об этом шла на межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, прошедшей в окружной администрации. Право на получение путевки будет предоставлено родителям детей в возрасте от 7 до 16 лет и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. При этом доход на одного человека в семье не должен превышать 20 297 рублей в месяц. Заявки на путевки также могут подавать и законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделенных денег хватит на организацию выезда 220 детей, 20 сопровождающих. Мы хотим, чтобы все-таки больше было детей из села, поэтому основной упор сегодня делаем на работу сельскими советами. Хотя понимаем, что это даст какие-то определенные трудности с тем, чтобы их привезти сюда в город для последующей отправки на отдых. Так, в прошлом году таким правом на льготный отдых воспользовались порядка 60% жителей города и только 40% сельчан. Заявки принимаются до 1 апреля этого года, а для тех детей и подростков, которые планируют провести каникулы дома на территории региона, будут организованы площадки. Всего таким образом планируется привлечь 1755 детей, 610 из них жители села. В бюджете на эти цели запланировано 18,8 миллионов рублей. Кроме привычного досуга будут организованы и тематические площадки, например, для спортсменов, музыкантов, художников. Также площадки с трудовым уклоном. Первую часть дня дети будут заняты работой по благоустройству, то есть мы сохраняем тот положительный опыт, который у нас с вами начат, и дальше они будут работать на благоустройство. Здесь как раз планируется привлечь подростков. Отдельное внимание во время организации летнего досуга планируется уделить подросткам, состоящим на учете в полиции. В этой категории числятся 99 детей. Все мы с вами прекрасно понимаем, чем мы больше охватим детей, состоящих на профилактическом учете, тем спокойнее всем нам будет работать. Потому что по статистике, которую я довожу всегда на всех комиссиях, основная доля преступлений совершается именно в свободное от учебы и работы, скажем так, взрослых детей время. Сейчас сотрудниками по делам несовершеннолетних ведется работа с профильными лагерями за пределами округа, чтобы они могли принять детей, нуждающихся в профилактическом отдыхе из Ненинского округа. труда несовершеннолетних. Так, в прошлом году средняя зарплата несовершеннолетних составляла не менее 20 тысяч рублей. Это минимальная заработная плата, гарантированная окружным бюджетом. При этом некоторые организации доплачивали детям за счет собственных средств. В настоящее время профильным департаментом ведется работа с потенциальными работодателями, которые могли бы трудоустроить подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Одновременно были направлены письма в организации предприятий Ненинского автономного округа об организации трудоустройства несовершеннолетних. У них в организациях на сегодняшний день положительные ответы поступили от 21 организации. Надо упомянуть, что уже в этом году 10 подростков у нас в рамках программы содействия занятости населения участвовали в работах. Ненинская окружная ассоциация скаутов трудоустроила 10 подростков для проведения подготовительных работ для праздника Буран-Дэй. В прошлом году в свободное от учебы время были трудоустроены 1229 несовершеннолетних. Из них 278 в сельской местности. Для этого было заключено 128 договоров с 83 работодателями округа. Средства на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет предусмотрены госпрограммой содействия занятости населения НАУ на 2016-2020 годы. В Ненинском округе стартовал первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 22 марта. Жители Ненинского округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о нарушениях правил легального оборота наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях. Как показывает практика, в прошлых годах, когда мы проводили данные акции, были выявлены лица, потребляющие наркотики, а также были возбуждены уголовные дела по сбытам наркотических средств, выращиванию наркотических средств, таких как марихуана в гаражах, в помещениях, в домах, лица привлечены к уголовной ответственности, некоторые лица привлечены к административной ответственности. Данный ресурс, который в результате предоставления информации от населениям, помог, как говорится, реализовать основную задачу акции сообщить, где торгуют смертью, то есть предупредить и пресечь лица, занимающиеся преступлением в сфере незаконного оборота наркотиков. Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского употребления, сбора и проверки оперативно значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. У нас имеется учреждение, с которым договор заключен с реабилитационным центром ручей, который находится в Пскове, и там проводятся реабилитационные мероприятия именно медицинского характера и психологического, то есть это помощь так называемая. Выделяются денежные средства для проезда до этого учреждения, а также для лечения, прохождения вот этих вот реабилитационных программы, так называемые, в два этапа, как я уже сказал, медицинской, психологической, то есть это все за счет государства. То есть получается сертификат гражданин и проходит комиссию, в результате чего он может быть отправлен для прохождения так называемого лечения. Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно в дежурную часть окружной полиции по телефону 02 или 4-21-26, в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 6-00-47 или 8-911-650-57-49, либо на телефон доверия Управления МВД России по НАО, его номер 4-21-52, анонимность гарантирована. Воспитанница Дворца спорта Норд Галина Подлёдного приняла участие в чемпионате первенстве по пауэрлифтингу «Классическое троеборье». Соревнования состоялись в Москве, участие в них приняли более 400 спортсменов из 68 регионов России. На чемпионате и первенстве по пауэрлифтингу Галина Подлёдного впервые выполнила норматив Мастера спорта России при собственном весе 46 килограммов 600 граммов. Девушка присела со штангой 97,5 килограммов, жим штанги лёжа 60 килограммов и становая тяга ей покорилась весом в 100 килограмм. Таким образом, спортсменка превысила сумму норматива Мастера спорта на 7,5 килограмм. С самой главной поставленной задачей и выполнением норматива Мастера спорта Галина отлично справилась, а также показала хорошую техническую, физическую и психологическую подготовку. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова